На месте пустыря теперь современное футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки для легкоатлетов и ямы для прыжков в длину. Построили стадион за счет средств компании-инвестора – Каспийский трубопроводный консорциум. Открытие спорткомплекса без преувеличения стало праздником для станичников. Поздравить их с этим событием в Варениковскую приехал руководитель региона Вениамин Кондратьев. Это не только здоровье, физическое здоровье детей, пеший спорт, то есть спорт, который рядом. Это и духовное здоровье, это возможность отвлечь наших молодежь с улиц. Если их детство, юность будет проходить вот в таких спортивных комплексах, в таких стадионах, конечно, за завтра можно быть спокойным. Дети, от вас теперь только рекорды, чтобы этот стадион был полон. Не стесняйтесь, дерзайте. С праздником! Уверен, наше сотрудничество продолжится. И консорциум порадует вас еще многими проектами на территории Кубани. И непосредственно с этого стадиона новые молодые мастера примут участие и будут представлять нашу сборную на международных футбольных аренах. Но именно здесь они сделают свои первые шаги. Новый стадион станет тренировочной базой для воспитанников районных спортшкол. Кроме того, здесь будут проводить уроки для учеников средних школ. А в свободное от тренировок время заниматься здесь могут все желающие. Также здесь планируют проводить соревнования различных уровней по футболу и легкой атлетике. Сейчас более ровно стало, а раньше с ямками. Хочки, ямы были. Новый стадион. Мы давно этого ждали. Я сам легкой атлетикой занимаюсь и знаю, как это хорошо. Теперь мы и здесь на новом стадионе занимаемся. Мне очень нравится этот стадион, потому что стало больше пространства, бегать можно лучше, результаты себе подтягивать. Кстати, первый футбольный матч здесь уже прошел. Сразу после официального открытия стадиона на поле вышли юные спортсмены из Варениковской и их соперники из соседней станицы Троицкой. После двух таймов и серии пенальти хозяева, к сожалению, уступили в счете. Итог игры 6-7. Но это только начало спортивного пути варениковских ребят, высказал свое мнение Вениамин Кондратьев. Пожелал им не расстраиваться и не сдаваться. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».